здравствуйте дорогие друзья с вами Виктор Быстров автор сайта pointbystro.ru идея этого видео возникла после просмотра ролика на канале каноден о том что google и youtube следят за своими пользователями когда я поделился своим мнением о видео в комментариях мне в ответ написал другой зритель виктор лэнг который подсказал фишку как деанимировать админов группы или паблика вконтакте далее он рассказал как это делать и предложил сделать видео об этом на моем канале поэтому сегодня я делюсь с вами этим опытом на конкретных примерах оказывается что сделать это очень просто для этого нужно найти видео которое загружено от имени группы но не с youtube автором является сама группа ссылки на это видовое видео дописывается буква м в ссылки чтобы перейти в мобильную версию вконтакте и когда вы войдете в мобильную версию вконтакте копируете ссылку этого мобильного видео затем изучаете ее содержимое очень часто после буквы ю в тексте появляются цифры цифровое сочетание которое на самом деле является айди пользователя вконтакте для того чтобы в этом убедиться надо подставить этот айди в адрес сайта вконтакте и открывается страница того человека который загрузил видео сейчас вы убедитесь в этом что это оказывается так легко что этим это может сделать каждый захожу на свою страничку вконтакте выбираю одну из групп которых которых состою для примера эта группа вот видите старого телеканала орд далее захожу в раздел видеозаписи выбираю вкладку загруженной и затем ищу видео которое загружено от имени группы чтобы там не конкретный пользователь была группа далее копируем вот вы видите фильм жандарм и инопланетяне 1965 года копируем ссылку на видео вставляем ее в адресную строку браузера добавляем м с точкой переходим в мобильную версию вконтакте опять копируем ссылку на видео вставляем опять ее в строку браузера и здесь мы видим после буквы ю цифры копируем их вставляем опять вконтакте добавив айди и узнаем кто же загрузил это видео для чего это сделал другой вопрос вот пожалуйста человек предполагает что ничего о нем не будет известно а на самом деле на жирничке указан телефон skype и так далее то есть при желании с ним можно связаться далее несколько примеров о проверке по проверке этого метода на других видео там где будут обнаружены другие пользователи вот еще один загрузитель видео канала орд и и еще вот рекламный блок из 90-х годов здесь мы убеждаемся что первый пользователь является систематическим загрузителем на самом деле очень много видео загружено им ну и третий пример еще один фильм правда здесь указано кто цифровал видео выясняется что это третий человек вероятно все они имели какое-то отношение к телеканалу орд и доступ к этим ресурсам и потом решили их вот загрузить сюда для того чтобы иметь возможность просматривать вероятно для того чтобы убедиться в надежности метода попробуем проверить его на другой группе для примера я беру не свою группу а набираю просто в поиске групп фамилию навальный хочу посмотреть кто кто же у него загружает видео в результате ознакомление выяснилось что большинство видео загружаются с ютуба но как вы помните если это видео с ютуба то определить загрузителя невозможно вот нахожу несколько видео загруженные не с ютуба и очень легко по этому методу выясняется кто же является загрузителем видео то есть это наверное те люди которые являются администраторами группы или сообщества вконтакте они надеются на свою анонимность но на самом деле вы убеждаетесь что это не так хотя может быть их имена и фамилии вконтакте тоже вымышленные еще один пример тут уже другой человек но вероятно тоже он скрывается под вымышленным именем потому что фотографии и напоследок еще беру для примера еще одну группу которую выдает себя за алексея навального выбираем видео загружены 1 1 из видео загружена не с ютуба и поэтому можно определить кто же его загружал и так уважаемые зрители вы познакомились с простым методом анонимизации администратора группы вконтакте этот метод применим если видео загружалась не с ютуба а непосредственно вконтакте для этого надо необходимо совершить несколько простых действий большое спасибо за внимание до новых встреч и и и Субтитры создавал DimaTorzok